всем привет девятый выпуск новостей астрономии спасибо всем по-прежнему за ваш интерес хорошие отзывы за интересные вопросы которые вы задаете комментариях хочу заметить что я в прошлый раз попросил помогать мне искать темы на которые вы задаете вопросы ссылками на эти темы и мне вот много народу написал что youtube такие вещи делать не разрешает что комменты со ссылками могут уничтожаться ну что же делать если нельзя делать ссылки в комментариях хотя бы показывайте ключевые слова называйте сайты где вы увидели эту новость во всяком случае как-то хорошо бы если вы все-таки облегчали мне работу если вы хотите задать вопрос о какой-то опубликованной новости ну а теперь к новостям их не так много но они по-моему очень яркие в этот раз начинаю снова с очередной неожиданной находки в ранней вселенной область которая всех чарует всех интересует все ждут оттуда каких-то неожиданностей и вот да очередная непонятная находка в ранней вселенной тот же самый телескоп джеймса веба это недавняя работа анна-кристина айлерс из массачусетского технологического института с авторами вышла в astrophysical journal 20 октября совсем недавно в чем тут дело на телескопе джеймса веба идет такая программа айгер это исследование распределения газа в эпоху реализации и связанных с ним галактик на камере нир кам инфракрасной камере нам на телескопе джеймса веба имеется возможность сделать бесщелевую спектроскопию то есть получать спектры объектов поля без щели с небольшим разрешением но зато большого количества объектов логика работа была такая на больших z то есть больше шестерки на возрастах шестьсот семьсот миллионов лет после большого взрыва ищем по эмиссионной линии дважды не сдавленного кислорода ищем молодые галактики с активным звездообразованием о котором эта линия свидетельствует ну и ожидаем увидеть там и молодые квазары потому что ведь логика пока что какая все начинается с темной материи которая стягивает на себя своим притяжением стягивает на себя газ вот это пресловутая космическая паутина которая так популярна в сети так вот темная материя стягивает на себя газ начинается образование звезд и галактик в этих полях но и одновременно должны образовываться и сверхмассивные черные дыры молодые а это не что иное как квазар с аккреционными дисками в ядрах молодых галактик и таким образом если наша вот эта логика правильная мы должны ожидать увидеть в одном и том же месте где находятся молодые квазары увидеть большое количество галактик которые там же вместе к этой темной материи и стянулись это была идея работы анны кристины альерс кстати вот посмотрите на то как она приехала на мау на ки вот у нее за спиной телескопа кека там слева это японский телескоп субару справа канадо-франко-гавайский телескоп еще левее фельдскоп демса клерка максвелла в общем такой рай астрономический место где каждый из нас хотел бы побывать да в общем шансов на это немного ну так вот что получилось у анны кристины альерс они наблюдали действительно четыре поля ранних квазаров очень ранних квазаров примерно 600 миллионов лет после большого взрыва и у трех из них как и предполагалось вокруг них были скопления галактик полоса вокруг квазара это одно и то же красное смещение и видите там целый прямо столбик галактик с одним и тем же красным смещением то есть это галактик которая находится в поле рядом чем одно из этих скоплений это вообще одно из крупнейших протоскоплений ранней вселенной 65 галактик в радиусе 2 мегапарсека сопутствующего расстояния и вот таким образом всего от нее отоблюдали 522 галактики с линиями о 3 3 из этих четырех полей вокруг квазаров как ожидалось наполнено галактиками заодно одно из этих полей совершенно пустой там всего какая-то пара приблудная галактика оказалась и вот опять непонятно значит вся эта наша прекрасная логика вдруг ломается как же этот квазар образовался то есть получается что на пустом месте вокруг него просто ничего нет куда же делся весь остальной газ почему не сформировались остальные ранние галактики тут есть две возможности либо образование сверхпассивных черных дыр идет как-то не так и они все-таки не образуются в областях самой большой плотности газа причем очень быстро должны образовываться поскольку время очень мало прошло с большого взрыва там должен быть режим вот этой сверх один тоновской аккреции когда настолько много сваливается на черную дыру вещества что давление излучения отталкивающего все это весь этот сваливающийся газ не может справиться с этим потоком вещества образуется вот такая такой бублик такая пушка как мы с вами видели в прошлый раз при наблюдениях более близкого объекта близкого активного ядра сефертовской галактики так вот либо такой режим либо может быть там просто очень густая пыль и тогда там все-таки есть галактики присутствует темное вещество и собравшиеся вокруг него галактики но мы этого не видим из-за того что пелена пыли даже для инфракрасного телескопа не позволяет сквозь нее пробиться в общем и в том и в другом случае это довольно неожиданная история надо конечно опять наблюдать больше чтобы получить больше данных все-таки это единственный такой пока объект и тем не менее вот интересно как эту загадку разгадать я хочу сразу предупредить противников большого взрыва которые только и ждут как бы сказать а мы вам говорили все это ерунда все ваши соображения неправильные не было никакого биг-бэнга все вы врете так вот я всегда хочу напомнить этим ненавистником большого взрыва почему-то никто не замечает одной простой вещи все-таки большая часть объектов которые мы наблюдаем находится в полном соответствии с предсказаниями теории большого взрыва дело не в том что ранняя вселенная вся выглядит не так как мы ожидаем нет она выглядит так как мы ожидаем там просто есть объекты отдельные которые выбиваются из этой картины а значит все вот эти вот теории которые призваны как бы отключить теории большого взрыва и заменить ее чем-то другим они должны тогда все-таки объяснить присутствие большого количества объектов которые соответствуют теории большого взрыва вот в данном случае видите из четырех полей три не вызывают никаких вопросов и только одно не укладывается в обычную картину вот есть над чем подумать и вероятно скоро появятся какие-то новые известия касающиеся именно этой вот ситуации с очень ранними квазарами и вторая новость она касается тоже квазаров но это не обычный квазар а так называемый микроквазар а страны мы хорошо знают это слово а для тех кто пока еще не в курсе я кратко пояснил дело в том что как вы все знаете квазара это сверхмассивная черная дыра в ядрах ранних галактик там аккреционные диски и они очень мощное излучение дают точно такую же физику можно найти у объектов гораздо меньшего масштаба это черные дыры звездных масс в двойных системах в нашей собственной галактике на сравнительно маленьких расстояниях но физически там очень похожая картина там тоже сверхплотный объект черная дыра или может быть нейтронная звезда вокруг нее аккреционный диск и в общем происходит все то же самое что и в больших квазарах а в данном случае речь идет о микроквазаре в созвездии стрельца в 46 41 тематика работы связано как раз другой экзотической загадкой о которой я несколько времени назад рассказывал это поступление на землю космических лучей протонов например или гамма лучей очень высокой энергии настолько высокоэнергетических что непонятно откуда они могли взяться таких энергий не откуда им получить из известных нам энергетических процессов во вселенной работа связана с исследованием микроквазара в стрельце как раз выполнена именно не на обычных оптических или радиотелескопах а в обсерватории хок высотная обсерватория для наблюдения черенковского излучения с помощью водяных детекторов два слова об этом посмотрите вот на высоте примерно четыре километра в горах серо негро в мексике установлены 300 баков с водой каждый из них по 188 тонн вот вы сейчас видите эти баки в этой воде на дне этого бака фотоэлементы и дальше история такая высокомерегетические гамма-лучи дают лавины вторичных частиц которые проникают в эти баки сталкиваясь с ядрами атомов кислорода и водорода в воде производят вспышки эти вспышки регистрируются фотоэлементами вмонтированные в эти баки и представьте себе даже по разности времен прихода этих частиц в разные баки можно вычислить направление на объект из которого пришло первичное излучение то есть не с очень большим разрешением там примерно 15 минут а тем не менее область неба откуда пришло излучение можно определить эта работа сделана на этой обсерватории сделано огромным коллективом авторов ну как всегда такие работы инструментальные там много авторов здесь 92 автора разумеется это интернациональная обсерватория там очень большую роль играют штаты соседние с мексикой но в этой работе очень много и скажем китайских авторов и главные авторы этой работы вообще поляки это специалисты института ядерной физики в кракове и вот они как раз являются ведущими авторами этой работы доктор сабрина казанова из кракова а кроме того доктор сяо дзе ван из мичиганского технологического университета и доктор джи хуан из инститета марилэнда кстати говоря забыл вам сказать что и в предыдущей работе вот о которой я рассказывал среди авторов есть китайцы и индийцы и это кстати по моим наблюдениям за последние пару лет явление совершенно массовое очень много китайских индийских авторов все время появляется в числе соавторов крупных астрономических работ но давайте закончим про эту конкретную работу что же собственно говоря там обнаружили еще раз повторю что микроквазар в 46 41 на расстоянии 20 тысяч примерно световых лет это вот такая двойная звезда считается штамм черной дразвездной массы и звезда класса b гигант класса b который поставляет вещество в аккреционный диск маленький очень период два и восемьдесятых дня и видимо там те же самые дела о которых мы говорили только что в предыдущей новости сверх один тоннская аккреция джеты причем довольно сложно расположены вот на схему сейчас вот это схематическая картина вот этой системы то есть там есть радиоджеты есть рентгенские джеты направленные в разные стороны при этом радиоджет направлен прямо на нас а получилось что с очень маленьким углом направлен радиоджет прямо на землю и тут опять я сейчас чувствую что возбудятся противники эйнштейна и теории относительности эти джеты сверх световые чем не просто сверх световые их скорость превышает скорость света шесть раз можете представить но сразу хочу вас всех успокоить это не настоящее превышение скорости света это специальный эффект который возникает именно в той ситуации когда угол направления луча угол направления джета на наблюдателя маленький острый не очень простое объяснение математически этого покажу сейчас кратко просто схему которая поможет объяснить это явление тем не менее это действительно вот такие они так называются сверх световые джеты вот такая сложная картина джетов и удалось показать что в области ударных фронтов вокруг этого диска возникает жесткое гамма-излучение при ускорении электронов на ударных фронтах джете и протонов наверное причем космические лучи приобретают энергию ну правда не такую чтобы решить проблему частицы ама террасу но примерно на 4 порядка выше чем до сих пор наблюдалось то есть это десятки и сотни терра электрон вольт еще два-три порядка осталось до тех энергии которые нам нужны и все-таки это ну явный шаг сторону разгадки вот этого непонятного явления когда частицы которые приходят к нам из космоса значительно выше по энергии любых самых быстрых частиц скажем которые можно получить на большом адронном коллайдере даже уже в этом случае примерно на порядок выше чем у самых быстрых протонов получаемых на большом адронном коллайдере и последняя третья новость взрыв этой гейза вроде бы откладывается хочу вам напомнить что этой гейза альфа-ориона это близкий к нам сверхгигант который находится по общему мнению на грани вспышки сверхновой второго типа и вот одним из признаков которые свидетельствуют о том что бетель гейза подходит к фазе вспышки сверхновой являются специфические пульсации которые мы наблюдаем возлучение бетель гейза там два периода пульсации один из них более короткий и вот находка которую сделали три автора они посчитали что длинный период хорошо укладывается в схему когда в атмосфере можно сказать звезды бетель гейза имеется компаньон спутник звезда масса примерно солнечной от половины солнечной до двух солнечных приблизительно которая обращается вокруг сверхгиганта и вызывает вот эти вот пульсации как вы сейчас видите на этой схеме если это так один из главных признаков которые должен был свидетельствовать о том что близок взрыв сверхновой он ставится под сомнение если эти пульсации вызываются не внутренним процессом звезде а влиянием вот этого спутника то тогда можно пока расслабиться и не ждать что у нас появится на небе видимая днем ослепительная звезда которая ночью светит как половина полной луны и подождать еще некоторое время ну пару тысяч лет может быть до того как все таки эта вспышка состоится ну вот извините что огорчил тех кто может быть каждую ночь смотрит на появляющиеся сейчас на зимнем небе созвездие ориона ждет что в нем появится ослепительная вспышка сверхновой может быть придется отложить этот космический праздник но не сомневайтесь что много других удивительных событий нас в скором времени ждет обязательно вам о них расскажу до свидания счастливых